Мы кладем ребенка на руку и скользящими движениями в это самое народное тело удеваем. Несколько правильных движений и малыш спасен. Медик-волонтер проводит краткий ликбез по оказанию неотложной помощи. Скоро он отправится обучать жителей маленьких сел туда, где нет аптек и больниц. В такие деревни теперь будут отправлять персональные аптечки. В аптечке будут находиться обычные стандартные средства первой помощи. Это обезболивающие, антигистамины, средства для обработки ран, а также бинты, пластыри. То есть все то, что как правило требуется здесь и сейчас. На пресс-конференции журналистам рассказывают детали нового проекта. Участниками его станут населенные пункты, в которых живет меньше ста человек. В таких местностях создадут придомовые хозяйства. Именно их представители будут проходить обучение и получат специализированные аптечки. Предположительно, совместно с главой, ну или точнее глава, выбирает старосту этого населенного пункта. Собственно говоря, за которым и закрепляется функционал прохождения обучения, передача аптечки. Потому что помощь благотворительная, но она требует определенного оформления. Физические аптечки собраны, они готовы, находятся на складе губернских аптек. По проекту «Лекарства для села» сформированы уже 500 аптечек. Внутри только то, что поможет в экстренной ситуации. Но для длительного лечения, говорят волонтеры-медики, все равно придется добираться до районных больниц. По самым базовым, неотложным состояниям. Это сердечно-легочная реанимация, ожоги, кровотечения, травмы, обмороки. Это то, с чем может встретиться любой человек. И эту помощь нужно оказать здесь и сейчас. Мы не стали добавлять с партнерами в аптечку препараты именно по борьбе с коронавирусной инфекцией. Потому что все-таки назначение должен делать медицинский работник. Сейчас мы формируем перечень территорий, где будут проходить обучение представителей местного населения оказанию первой медицинской лекарственной помощи. И первое подобное мероприятие мы планируем провести в Балахтинском районе нашего края. Там волонтеров уже ждут семь придомовых хозяйств. Первая поездка состоится через неделю, 19 августа. Мария Зарукина, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.